Физкульт привет! Друзья, ученики, просто случайный зритель. Сегодня поговорим на интересную тему. Кто уже давно следит за моим каналом, читает статьи, знает, что я не сторонник системы Джо Вейдера для натурального атлета, для начинающего это вообще противопоказано. Да и на среднем уровне, не тренируясь при помощи фармподдержки, нет смысла никакого работать по системе Вейдера. У меня есть подробная статья и видеоролик об этом. Кто не знаком и кому интересно, изучите и в видео, и в статье я подробно объясняю, почему этого не нужно делать. С точки зрения анатомии, биохимии, физиологии, здоровья в целом, ну и вообще достижения результата, гипертрофии наших мышечных волокон. Другими словами, увеличение мышечной массы. Сегодня обсудим систему Майка Менсера. Насколько она хороша, насколько она подходит, и если подходит, натуралу. Скажу сразу, я практиковал систему Менсера лет 6, как минимум, тренируясь в жесткий отказ и даже выходя за отказ, как это советует Менсер. Скажу сразу, что я очень сильно уважаю Майка. К сожалению, он не получил статуэтку Сандова, а должен был. Когда ее незаслуженно отдали Арнольду Шварценеггеру, Майк был гораздо лучше, ну, весь мир знает об этом, понимает, кто более-менее разбирается. Политика всегда остается политикой во всех сферах деятельности, к сожалению. Но сегодня речь не об этом. Майк первый, кто открыто стал высказывать мнение о том, что система братьев-вейдеров как минимум не универсальна, а зачастую и просто глупа. При том, что она, конечно же, может сработать и срабатывает на многих атлетах, тех, кто использует фармакологию. Но тех, кто сидит на бытовой химии, может прогрессировать вообще от самого безграмотного тренинга. Но не забывайте, что и фарма это не панацея. Есть очень много людей, которые выглядят очень и очень не впечатляюще, хотя и используют ее. Что касается системы самой Майка. Майк очень много изучал литературу, философскую, спортивную. И он первый задумался о том, почему рекомендуется 3-5 подходов, почему рекомендуется то или иное количество повторений. Он первый задался вопросом, а как контролировать, как регулировать свои подходы, рабочие подходы. Мы сейчас говорим только о рабочих подходах, если встал прогресс. Ведь представьте себе такую ситуацию, вы всегда выполняете 4 подхода рабочих, как делает большинство. И мы сейчас говорим о гипертрофии, не о росте силовых показателей. Это важно понимать. Так вот, работали вы работали, прогрессировали, и вдруг наступила плата, застой. И длится эта плата уже очень продолжительное время. Скажем, год. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Как вы будете понимать, в какую сторону вам двигаться? Ведь у вас, как минимум, два пути. Почему два? Потому что вы всегда выполняли четыре рабочих подхода. Так сколько вам нужно начать делать? Пять рабочих подходов? Или наоборот, три? Понимаете, о чем я говорю? Это вроде бы элементарно. И Майк первым сказал, что грамотнее всего начать работать с одного рабочего подхода. Как минимум просто для того, чтобы когда наступит плата, вы понимали, в какую сторону вам двигаться. Не метались вперед-назад, а имели четкий конкретный план. Ведь разумно, если один рабочий подход не срабатывает, значит нужно добавить второй. И опять-таки ждать, смотреть. И если он не сработал, то у вас опять-таки один путь. Добавить еще один рабочий подход. И вы всегда имеете четкий план. Вы не как парусник без руля, без киля, который плывет туда, куда ветер дует. А вы как управляемое судно двигаетесь туда, куда вам нужно, а не куда двигается ветер. Кстати, очень хорошо было сказано, где-то прочитал, что легко плыть по течению, ты попробуй плыть против течения. Так грамотно звучит мысль. Не важно, куда дует ветер, куда двигается течение. Важно вам двигаться в том направлении, в котором вам нужно. А не куда дует ветер или куда вас несет течение. Улавливаете тонкую вот эту грань? Так вот, друзья. В этом плане Майк просто красавчик, молодец. Его очень сильно предали анафеме, Вейдеры его не взлюбили, у них был открытый конфликт с Арнольдом, и это понятно почему. Майк все-таки интеллектуал. Майк и его брат были очень грамотными людьми, они обоснованно все рассказали, разживали в своей системе. С точки зрения физиологии, с точки зрения философии. Ведь, когда вы входите в комнату, как рассказывал Майк, чтобы включить свет, вы достаточно одного раза повернуть тумблер выключателя, чтобы зажегся свет. Вы не стоите, не дергаете выключатель вперед-назад. Точно так же, пусть и утрировано, происходит и с мышцами. Если вы смогли дать стимул к росту одним подходом, то какой смысл грузить себя еще одним подходом? Это как минимум заберет у вас силы, которые могли и ресурсы пойти на восстановление. Опять-таки, если тренироваться по системе Майка. Если вы тренируетесь, как тренируется большинство, больше похоже на лечебную физкультуру, когда не задумываетесь о том, что вы делаете, не вкладываетесь в процесс тренинга, у вас нет ментальной предельной концентрации на каждом участке амплитуды. И каждый выверенный миллиметр движения вы чувствуете своим мозгом, подкосным мозгом. Это на подкорке у вас. К сожалению, таких людей очень и очень мало. Поэтому многие считают бодибилдинг тупым видом спорта. На самом деле, бодибилдинг один из самых сложнейших видов спорта. Но предельная концентрация и работа головы зависит здесь больше, нежели в боксе и, может быть, даже в шахматах. Я бы сравнил эту концентрацию как игру гроссмейстеров в шахматы. Потому что одна из причин, на мой взгляд, достижения результата минимальным количеством людей даже не в генетике, не в одаренности, а именно в умении предельно ментально концентрироваться на каждом упражнении, на каждом подходе, в каждом повторении, в каждом участке амплитуды. Если вы не понимаете, о чем я говорю, проверьте себя просто обычным способом. Возьмите ваш любимый жим лежа и сделайте упражнение. А потом подумайте, как вы его выполняете. 90% людей старается и концентрируется только на позитивной фазе. То есть, когда вы хотите с нижней точки амплитуды, когда гриф касается грудных мышц, выжать его вверх. Вот здесь вы, да, усираетесь, предельно вынуждены быть напряжены, чтобы выполнить рабочий подход. Если, естественно, работаете с адекватным для вас весом. Но, что происходит дальше? Вы бросаете вес под силом тяжести, под силом гравитации, который сейчас, кстати, ставится под сомнение в ее существовании. Не важно, вы просто позволяете весу опуститься, а зачастую упасть на вас. Многие видят, да, как люди отбивают просто штангу грифом от грудных мышц, от живота. Это настолько беспонтово и бесполезно. И показывает, что вы совершенно не участвуете в движении. Совершенно. Потому что негативная фаза движения, кто бы что ни говорил, гораздо важнее позитивной. Негативная фаза движения, как минимум 50% результативности от выполнения любого упражнения. Если вы ее игнорируете, что происходит? Происходит следующее. Вы просто обкрадываете себя. Как минимум, повторю, в два раза. На 50%. Что нужно делать? Нужно замедлять негативную фазу движения, как минимум, в два раза. Четко мышцами опускать вес. Понимаете разницу? Вот вы, когда отжимаете штангу от себя во время жима лежа, вы чем это делаете? Естественно, мышечным напряжением. Точно так же мышечным напряжением вы должны привести штангу к грудным мышцам. Не за счет того, что она тяжелая и сама опускается. Нет. Вы мышцами должны ее опустить. Жимовики, кто жал в майке, в двухслойке, понимают, о чем я говорю. Потому что там зачастую происходит не то, что вам нужно выжать вес от груди, а прижать его к груди. Если вес недостаточно большой, вы просто не сможете даже привести гриф штанги к грудным мышцам. Давайте еще более конкретно поговорим о системе менсера и почему она должна быть подкорректирована под натуральный тренинг. Я говорил, что я работал на ней. И у меня был прогресс, был результат. Но, друзья, я был и жил в постоянной усталости. Мне ничего не хотелось в постоянной перетренированности. Слава богу, на тот момент я имел достаточно легкую работу. Работал в женском коллективе. Ходил на работу там чуть ли не к девяти, иногда к полдесятого. Мог свалить раньше. Никто нас там сильно не контролировал. И то мне, в принципе, ничего не хотелось. У меня на восстановление уходили два, три, иногда и четыре дня. Если я работал полностью по системе майка. Чтобы здесь понимать, о чем речь, давайте напомню, что такое работа и что такое отказ. Три вида отказа, друзья, чтобы вы понимали. Когда мы говорим, что работаем до отказа, это значит, если вы сделали семь повторений и хотите сделать восьмое, но понимаете, что вы не сможете его выполнить в чистом техническом варианте, что вас задавит. Вот это работа до отказа. И нужно остановиться ровно на этом седьмом повторении. Не делать то повторение, которое вас задавит. Вот это правильная, грамотная работа до отказа. И так работать можно и нужно. Когда мы говорим работа в отказ, это те дурачки, которые пытаются выполнить это восьмое повторение. Девятое, десятое, неважно. И их задавливает просто. Вот это крах. Крах развития силы и зачастую вызов именно перетренированности систем нашего организма. Этого делать не нужно. Работа за отказ, это когда вы дошли до такого момента, что вас задавливает, но вам партнер помогает дожать этот вес. Затем происходит подконтрольное опускание веса, негативная фаза движения. И вы вместе с партнером поднимаете вес еще раз. Вот три вида работы. Так вот, если вы будете работать в отказ, второй вариант, который я описал, и что советует Майк Менцер, то для большинства людей, которые даже используют бытовую химию, это будет перетренированность. Это будет овертренинг. Этого делать не нужно. Особенно, друзья, если вы натурал. Вы можете прогрессировать на системе Менцера, если будете работать до отказа. Если будете четко следить за вашим восстановлением и питанием, за сном. Ведь еще великий Дориан говорил, что вы должны строить свой тренировочный процесс не так, как мы с вами хотим, а от наших физических возможностей в плане восстановления, питания и сна. Если по каким-то причинам работы, учебы или еще каким, мы не можем полноценно питаться, тем более мы не можем нормально отдыхать, спать, то такой вид тренинга просто будет контрпродуктивным. Он убьет все желание тренироваться. Поверьте, вы просто забросите ваши тренировки. Мало у кого хватит силы воли держаться, продолжать тренироваться в таком режиме и вообще тренироваться. А если и хватит, то вы будете загонять себя в жесткую перетренированность. Вы будете загонять себя в такое плата, из которого выйти будет практически нереально. Так вот, задумайтесь, нужно вам это или нет. Хотите использовать систему менсера? Пожалуйста, используйте ее. Но опять-таки, только в системе периодизации, когда вы чередуете различные типы тренинга на гипертрофию, на силу, на выносливость. Я не говорю здесь на жиросжигание, потому что тренинга на жиросжигание не существует. Если вам кто-то такую чушь несет, то это не тренер. Жиросжигание это питание. Так что, друзья, один рабочий подход на мышечную группу по системе майка менсера до отказа, не в отказ, даст вам хороший результат на протяжении определенного времени. Вы можете потренироваться так, попробовать пару месяцев. Но в этом нет смысла, потому что мышечное волокно все равно требует две недели на восстановление, на рост. И поэтому в идеале будет периодизация, циклирование вашего тренинга. Хотя бы, хотя бы на тренинг неделя по системе майка менсера, неделя, к примеру, чисто тренинга на развитие силовых качеств. А еще лучше, неделя тренинга на окислительные мышечные волокна. Такой подход даст гораздо больший результат. Такой подход будет сохранять вам здоровье, будет гарантировать прогресс постоянный, как минимум очень долгий. Вы не будете перегружать ни одну из ваших систем организма, ни центральную нервную систему, ни эндокринную, что является залогом вашего здоровья и любого прогресса. И помимо всего, вы будете чувствовать себя прекрасно. Мотивация будет сохраняться на высоком уровне. Здоровье будет хорошее. Понимаете? Вот почему так важна периодизация. Вот почему так важно понимать, что, для чего, когда и почему мы делаем. Ну что, друзья, надеюсь, вам этот ролик был интересен. Делитесь им в своих соцсетях. Обязательно ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики, которые выходят очень часто. И, естественно, пишите ваши вопросы в комментариях, на которые я отвечаю. А как этот, к примеру, видите, снимаю даже видео-ответы. Если что-то не нравится, если вы с чем-то не согласны, смело ставьте дизлайк и пишите в комментариях, с чем вы не согласны, без грубости, без оскорблений. Любая критика, любая дискуссия всегда на пользу. Спасибо, что следите за каналом. Делитесь роликом в соцсетях. Не забывайте, это лучшая благодарность для канала. Всем пока, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok